Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 24 сентября 2023 года, воскресенье. Местное время 17 часов 5 минут, Киевская и Московская 18 часов 5 минут. Я возобновляю так называемый воскресный Горбатов стрим в 4К-качестве на платформе YouTube. Несколько воскресенья я пропустил. Один долг я погасил 20-го числа, 4 дня тому назад. Ну, а сегодня очередной стрим. Ну, вот так. Пока никого нет. Хочу сказать, что у нас уже похолодала осень. Хочу сказать, что 28 сентября уже у нас с Наташей назначен термин на проведение прививки коминарти-3, то есть ангепасты, то есть адаптированная к новым циркулирующим ковид-вирусам. Эрису, приола, по-моему, приола, если не ошибаюсь. На 30 декабря, извиняюсь, ноября термин для проведения высоко дозированной, скажем, прививки против гриппа, вируса гриппа, инфлюенции. Ну, и ожидаем еще прививку против так называемого респираторного синценциального вируса, то есть то, что на русском языке в Советском Союзе банально называли ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. Значит, вот уже разрешение дано, имеется даже вакцина, но пока она почему-то еще не имеется в наличии. Вот такие вот планы. Вот такие вот планы. Похолодало. Вот сейчас и день, да, 17 градусов всего лишь. В комнате холодно, вы видите уже по мне. Вот, уже в шарфике, уже в такой телогречке, да. Холодно, опять зима, зима, идет зима. Ну, вот так вот. Ну, ждем вопросы, жду вопросы. Жду вопросы. Хотел пару слов сказать вот о чем. Последняя консультация. Очень интересная. Очень. Молодой человек, 23-х лет, речь идет либо о аутизме, либо о шизоидной психопатии, психопатии или расстройстве личности, либо о вялотекущей мягкой форме шизофрении или шизотипическом расстройстве. Очень интересно. И вот как раз вот эту бы, этот бы, скажем так, ролик бы врачи посмотрели и внесли свое квалифицированное мнение, что и как. Вот. Хотя я уверен, что многие, конечно, остановятся на шизофрении. Мягкой. Но я все-таки предпочитаю говорить о выраженной форме, скажем так, вот, шизотипического расстройства, о шизотипе, шизоидной психопатии, а не о шизотипическом расстройстве. Ну, скажем так, покажет Катамнез. Время покажет. Вот. Хорошо, вот уже есть люди. Правда, вопросов нет. Привет, Джордж, всем шалом и шалом, шалом. Да, да, кстати, шалом. Сегодня же Йом-Кипур, второй день. Вчера был первый день Йом-Кипура. Это вот шалом напомнил сегодня последний день Йом-Кипур. Сегодня, и вчера, и сегодня Господь Бог решает Всевышний, Всемогущий нашу судьбу. Но Он милосерден. Кто покается, тому Всевышний, Всемогущий дарует или подарит еще год жизни. Ну, вот так вот. Это что касается шалом. Ну, вот лимонадный еще удалил почему-то. Почему, что стыдится еврейства и иудаизма? Не знаю. Так, ну, удалил. Но пока ничего нет, вот видите, абсолютно. Абсолютно ничего нет. Даже лимонадный Джо приветствовал всех на русском, на английском, на иврите или на идише. И почему-то убрал шалом и хэллоу или хай, да, хай, нравится мне хай. Хорошо звучит хай или вау, да, замечательно. Ну, хорошо, где же вопросы, господа? Почему Шухтерн, как говорят немцы, стеснительные? Прекрасный мир, здравствуйте, док. Чем отличается навязчивые мысли прибар от бредовых? При любом, не только прибар, навязчивые мысли основное, основное понятие, вот так заявили отцы-основатели этого, скажем, расстройства, да, обсессий, что все-таки при обсессиях страдалец воспринимает их как не свои, как чуждые, понимаете, чуждые, а при бреде, причем речь идет не только обсессии при баре и при обсессивных чувствах расстройствах и при обсессиях в рамках депрессии монополярных, а вот при, скажем, паранойи или бреде человек воспринимает их как реальные, как правду, вот в чем все дело, и при обсессиях, значит, страдалец борется, он пытается преодолеть, но другое делать, что безуспешно, но он сопротивляется им, он возражает против них, он возмущен ими, он полагает, считает, что они, это не его, они вот вложены, они идут как-то, понимаете, он не удомевает, откуда, откуда, вот, а при бреде все в порядке, полное согласие, никакого конфликта, понимаете, вот в чем основное, никакой критики, никакого конфликта, самая нелепая идея, самое нелепое, значит, заблужение воспринимается как лепое, да, вот, как реальное, вот в чем основная разница. Так, некий Вусть просто написал вся вам это как-то не пощает, почему не пощает, а пощает, все хорошо, все правильно, понимаете, надо быть самим собой и не придумать, что там пощено, не пощено, я простой человек, понимаете, меня вот эти почтения, они меня абсолютно не касаются, я никогда не был большими, никогда не был великими, никогда никто меня это вот, понимаете, так что это лимонайный джо, вы немножко ошиблись, все правильно, на трех языках, привет, hello, да, hi, да, надо было hi написать, проще было, ну и шалом, да, шалом, ну хорошо, ладно, фоли, здравствуйте, доктор, здравствуйте, доктор, вы говорите, откуда, я говорю, наиврите, откуда, я не говорю, ни наиврите, ни наидище, все мне не говорили, наидище, вот вам и все, нет, вот, кстати, кстати, конечно, вот я бы сейчас и понимал бы иидишь частично, потому что знаю немецкий, а что такое иидишь, это такой исковерканный немецкий язык, вот вам и все, да, ну я понял, я могу ничего, не, не того, не тушуйте, все окей, все нормально, так, фути, у девушки с синдром Туретта, на Галлоперидоре семь лет была, сейчас ей хорошо, Галлоперидор не принимает, может это не Туретта, какой синдром можно перепутать Туретт, ну как, тики, обыкновенный тик воспринялся, значит, был обозначен как Туретт, Туретт не проходит, Туретт это серьезная вещь, ну вот, понимаете, вы, по-моему, уже писали, я вам уже ответил, вот, еще семь лет на Галлоперидоре, вот, Туретт не лечится и не излеет, это хроническое тяжелое заброневание, значит, если это не был, не Туретт, это тикозное расстройство, тики, что типично для Туретта, обязательно вокальные, значит, тики, вокальные, выкрики, да, выкрики, такие, не членораздельные, вот, такие странные, бицарные, ну и одновременно идут такие агрессивные, вот, аутоагрессивные, тики, скажем так, двигательные, человек хлопает себе по бедрам, вот так, понимаете, и одновременно вскрикивает, тяжелое заболевание, очень тяжелое, на Западе, я не знаю, как на всем Западе, но вот в Германии, значит, болезнь или синдром Жиль де ля Туретта, правильно так, не Туретта, Жиль де ля Туретт, французский психиатр или невролог, вот, значит, лечат сейчас, чем этим? Каннабисом, ну как, что значит лечат? Значит, вот каннабис в большей, в самой максимальной степени сглаживает эти тики, и вокальные, и акустические, да, и, скажем так, и двигательные тики, ну вот так вот, ну почему-то вопросов нет, вот так вот, так что, сегодня решается судьба, как пройдет год для каждого, ну, естественно, для иудеев, потому что тот-то не относится, но, в общем-то, вот иудейская, конечно, религия, она такая логичная, логичная, и вот, когда в шафар дует, да, вот, это обращение к Богу, да, это, значит, человек, шафар, это такой, бараньерок, вот он дует, да, это раби, да, вот, вот такие дела, вот, так что сегодня решается, кстати, Йом-Кипур, война Йом-Кипура, это Израиль, значит, как раз праздник был, Йом-Кипур, и Египет, по-моему, с Сирией, я уже не помню, в 73-м году, значит, воспользовались праздниками, напали на Израиль, причем, причем, и Израиль понес в тот, в той войне, конечно, самые большие потери, вот, но все-таки победил, дошли, форсировали Суэцкий канал, я вот не помню, форсировали или дошли до Суэцкого канала, вот, вот это я не помню, и потом было все это остановлено, но все, и больше, это был нанесен колоссальнейшее поражение, это, конечно, вообще не чудо, шестидневная война 67-го года, значит, Иордания, Сирия, Египет, сразу же с трех сторон ударили по Израилю, Мошедаян, да, как, как писал этот Высоцкий, стерва, да, да, глаз, вот, и так далее, и так далее, разбил, тогда, три, но это была вторая попытка, она вот, уже были вооружены, хорошо, Советский Союз вооружил, и Египет, и, по-моему, если я не ошибаюсь, еще Нассер был, Гамаль, Абдель Нассер, знаете, я вспоминаю, была такая поговорка, сидит, отращивая пузо, герой Советского Союза, Гамаль Абдель, на всех Нассер, вот так вот, вот, как раз, еще в Запорожье жил, вот так вот, на всех Нассер, так, ладно, дальше, Уважаемый доктор, могут ли обсессии с детства быть показателями? Нет, вы понимаете, почему вот, понимаете, вы решили, что вот биполярное расстройство, понимаете, биполярное расстройство часто, но не так часто, оно у меня часто, я уже вам объяснял, почему часто, потому что биполярное расстройство, особенно, скажем так, вот такие атипичные, смазанные формы, они не диагностируются, биполярная депрессия, вот типичная биполярная депрессия, когда имеется два полиса в рамках меланхолической депрессии, лучше, хуже, не диагностируется, значит, проходит под грифом, скажем так, терапия, резисентная депрессия, и поэтому народ, естественно, если он болеет годами, никто ему не помогает, он ищет помощи, ну а у меня же виртуальная амбулатория, я себя по праву считаю одним из основателей, а может быть и основателем, значит, виртуальной или киберпсихиатрии, минимум в русскоязычном сегменте мировой сети, ну вот думая, понимаете, на виду проще, проще, ну думает, а вдруг этот поможет, как меня назвал один находящийся в этом, сейчас в маниакальном психозе, горбач, да, горбач, а вдруг горбач поможет, понимаете, и все, и поэтому это просто идет сепарация, понимаете, значит, легкие случаи не идут, абсолютно, они излечиваются, или, значит, больные с легкими случаями душевных расстройств получают помощь на мессе, а вот те, значит, с биполярной, недиагностированной депрессией, естественно, это страдальцы, вот они поэтому идущи, это то же самое и борделяй, это тяжелое заболевание, вот почему идет вот такая искусственная, да, концентрация этих диагнозов, поэтому ни в коем случае, почему обсессии должны служить, скажем так, детские обсессии должны служить обязательно, в будущем возникнет бар, они служат тем, что в будущем, скорее всего, вероятнее всего, обсессивное расстройство возникнет, или, скажем, депрессия в рамках, то есть обсессии в рамках депрессии, частично это может быть и обсессии в рамках, но поверьте мне, обсессивность, значит, чистое обсессивное расстройство, и обсессия в рамках депрессии, или биполярной депрессии, это разница, как говорится, две разницы большие, да, это разница, как между небом и землей, понимаете, они не такие выраженные, они не такие злокачественные, они не такие тяжелые, вот в чем вся проблема, так, Джо, доктор, обидчивость, доктор, обидчивость и злопамятность, не признак расстройства личности, обидчивость, это вообще астеническая реакция, ранимость, обидчивость, злопамятность, это все-таки стеничная реакция, хотя в смеси с астеничной, они могут быть, понимаете, одна обидчивость, это же не личностное расстройство, понимаете, обидчивость, если обижали человека, ну, так человек, скажем так, низкая самооценка, вот и обидчивость, понимаете, потому что обижали, надо ее снимать, мало ли что было в детстве, а сейчас уже тебя никто не обижает, зачем же обижаться, понимаете, тут по-разному, и может быть и признаком личностного расстройства, а может быть и просто, вот, и так далее, ведь у большинства людей этих черт нет, как это, ошибаетесь, поверьте мне, и злопамятность, и обидчивостью страдает очень большое число людей, кстати, обидчивость, ну, что, она же никому не приносит вреда, обидчивость, а вот злопамятность, это хреново, злопамятный человек, он, в общем-то, это стыничный человек, более-менее, и он склонен мстить, понимаете, мстительность, злопамятность, мстительность, она часто комбинируется мстительностью, вот, причем у многих людей она, которые вообще никогда не обращаются к психиатру, то есть считаются здоровыми, ладно, при тревожном расстройстве сколько времени пить один депрессант, и неужели, вы знаете, я вам скажу, фото так, если у вас один был эпизод тревожно-депрессивного расстройства, или тревожно-фобического расстройства, не надо пить всю жизнь, пропили полгода и все, а вот если это заболевание приобретает характер рецидива, и рецидивирующий характер повторяется довольно часто, конечно, там надо пить длительно, а если, скажем так, между рецидивами там промежуток 5-10 лет, то не обязательно, а вот если человек пропил, прекратил пить, и через 2 месяца 3-5 рецидив, потом опять то же самое, конечно, лучше не допускать до этого, а принимать поддерживающую дозу, а если между двумя рецидивами несколько лет, 5 лет, или даже 3 года, так зачем пить, понимаете, все зависит от частоты рецидива, если частота очень большая, и промежуток времени между рецидивами очень короткий, там, конечно, надо пить длительно, поддерживающую дозу, если частота небольшая, промежуток между рецидивами большой, то не обязательно, так, долгих вам лет, и счастливых, ваша прошлая пациентка, вы очень верно, где она поставили, поставили сразу же, да, ну, я, конечно, не помню вас, ну, спасибо, вообще, вы знаете, я вам вот что хочу сказать, вот диагностика, это моя сила, ну, а если у меня человек силен диагностики, то, естественно, он уже автоматически и силен и в терапии, почему, потому что прицельно сразу же назначается правильное лечение, а не идет методом тыка, но я вам вот что хочу, что, несмотря на то, что я вот, например, силен в диагностике, тут без ложного стыда говорю, понимаете, это тоже не все, почему, потому что мы имеем ограниченное число медикаментов, причем подавляющее большинство из них не оправдывает наши надежды, поэтому даже если выставил правильный диагноз, я, например, так, в чем я силен, то это не обязательно гарантирует, что мое лечение сразу же даст, скажем так, как выдающийся результат, о чем вся проблема, потому что медикаменты, медикаменты все-таки, все-таки относительно большое количество, но оно ограничено, но смотрите, антипсихотики, антидепрессанты, вторая группа, значит, нормотимики, бензодиазепиновые, анксиолитики, психотерапия, вот вам и все, в 6 групп терапевтических, все, больше нет, причем они везде одинаковы, почему я всегда подчеркиваю именно, скажем так, значение правильной постановки диагноза, потому что медикаменты, что в Берлине, что в Вашингтоне, что в Лос-Анджелесе, что в Тель-Авиве, что в Париже, что в Москве, что в Киеве, что в Улан-Баторе, да, вот, и так далее, что в Пекине, одна и те же, что в Токио, да, одни и те же, одни и те же, понимаете, вот эти 6 групп, итого 5 принадлежат медикаментам, а одна группа психотерапии, вот вам и все, поэтому в этом отношении все врачи равны, другое дело, что надо еще понимать, что, значит, когда, значит, даже там из группы, например, антидепрессантов, какой данному пациенту больше подойдет, там у него нехватка серотонина или катехоламинов, понимаете, там тоже есть все-таки дифференциация, но в целом, в целом, значит, где, чем отличается врач от врача, психиатра, психиатра, только, скажем так, своим искусством поставить правильный диагноз, по минимуму, значит, как минимум, если поставлен правильный диагноз, лечение будет правильно из имеющихся возможных средств, а не будет назначаться то, что априори вообще помочь не может, вот, чем вся проблема, так, Оксана, при каких заболеваниях означает долгосинкетин? Ну, значит, долоксетин, долоксетин, само собой, означает, что при депрессии, да, это же антидепрессант, а квитиопин, это антипсихотик, значит, обязательно на первом месте антипсихотический препарат, психопатический препарат, этих заболеваний, например, мания, это же психопатия, шизофрения, психозы, шизоапективное расстройство, ну, и считается, что квитиопин, якобы, скажем, индуцирует действия антидепрессантов, с моей точки зрения, это не так, квитиопин, это как антипсихотик, значит, все-таки речь, если требуется вмешательство квитиопина, якобы он активирует, агументирует действия антидепрессанта, это значит, что эта депрессия относится все-таки к биполярному спектру, ну, вот так вот, так, земский, сейчас, так, значит, вы были земским, земским, ну, сельским участком, земная, земская медицина накрылась с приходом советской власти, значит, но участком и врачом, конечно, был, три года я работал, я уже и много говорил, я работал в Днепровке, это 4 километра южнее от Энергодара, оккупированного сейчас российскими агрессорами, понимаете, а потом, я там проработал, по-моему, несколько месяцев, там получился конфликт, ну, вот сделали меня, ну, скажем, такие мелкие интриги внутри больничной, сельской, участковой больницы, меня сделали, я смотрю, почему-то ко мне идут дети, я их и так лечил, значит, потом я узнаю, главврач мне, значит, говорит, что ты будешь детским врачом, педиатром, ну, естественно, через два месяца я покинул эту больницу и перешел в другую, в том же районе, Каменско-Днепровском, Запорожской области, Благовещенко, она тоже, она находится, ну, скажем так, восточнее, восточнее, или севернее от Энергодара, ну, там может быть километров шесть, тоже на побережье Азовского моря, ну, Азовское, то есть, Азовского моря, это Каховского моря, но сейчас Каховское море, все, ему хана, хана, скоро это будет Днепр, и там будет, значит, болото, сейчас там болото, вода схлынула, возле Никополя глубина, например, это напротив Каменко-Днепровки, это уже Днепропетровская область, значит, на 10 метров уменьшилась глубина, все, водохранили, этот вот, плотина взорвана, так что я работал, если считать, что работа в участковой больнице, в сельской участковой, это и есть, земская, значит, я был земским врачом, так, почему взрослые люди грызут ноги, тревожные, вы знаете, не знаю, не задуманно, и пусть грызут себе, ногти, мало ли, кто-то грезет, кто-то щиплет, вот видите, я кручу вот эту вот, вот сижу и кручу, и не только я, или вот эту иногда держу, да, это, понимаете, это, скажем так, говорят, дурная привычка, ну и бог с ним, да пусть будет, лишь бы ничего похуже не было, не знаю, может быть и тревожно, а может быть, вы понимаете, когда вот мы вот так делаем, вот, все-таки представительство в коре мозга кисти, одно и другое, очень большое, и по-видимому, когда мы вот это делаем, мы таким образом, как бы там синхронизируем, или стабилизируем работу мозга, потому что кисть там занимает колоссальнейшую площадь в сером веществе головного мозга, вот так вот, так, Женя Ломан, ты тут, как твои дела? Женя Ломан со мной беседел, я не знаю, кому, а бы к Жене Ломану, но он же не ответит, вот, скорее всего, он не здесь, значит, Женя Ломан как будто бы более-менее стабилизировался, стабилизировался, работает, создает эти вот сайты, оформил уже этот вот ГВРБ-шайн, то есть он как, скажем, индивидуальный предприниматель, работает, ну, сказать, чтоб сто процентов, вот у него, он жалуется на то, что вот последняя беседа была, он просто соединился со мной, так, чтобы проинформировать, вот, начал говорить, что сохраняется, сохраняется только одно, вот это, анестезия, доля роза, психика, вот эта эмоциональность, вот, понимаете, снежина, вот эта эмоциональность, она уже не такая яркая, во всем остальном более-менее исчезли суицидальные мысли, эти раптусы исчезли, депрессия и так далее, и так далее, глубочайшая, глубочайшая, вот, с адинамичностью, и так далее, и там, вот, то есть, и поэтому, в общем-то, он сейчас занят полезной, нормальной, трудовой деятельностью, вот, вот и все, так, выходи, а что ему выходить, сюда выходит тем, кто еще не в этом, не в ремиссии, понимаете, а тот, кто в ремиссии, сюда и не ходит, ну, в чем проблема, так, спасибо за ваш грамот, я счастлив, ДНЛ, спасибо, прекрасный мир, док, бывает прибарбред, и слуховые, визуальные галлюцинации, вы знаете, вот, Корсаков описывает, сомневаюсь, что бред есть, то есть, бред есть, знаете, какой бред, при, этой вот, биполярной депрессии, меланхолии, вот, я плохой, я плохой специалист, я ничтожество, вот, поскольку очень часто при этом существует эта доляроза, да, анестезия доляроза психика, я плохой сын, я плохой муж, я плохой отец, я плохой дед, я плохой внук, я плохой правнук, и так далее, вот, я плохой специалист, и так далее, или, например, вот у меня был один пациент, он где-то в молодые годы топил котят, то есть, не хоксодист, эти вот слепые котята, от таких бродячих кошек, да, и, значит, чтобы я так сказать, так он, значит, топил, вот, я вспоминаю мои родители тоже, и вызывали очень большое, скажем, возмущение со стороны окружающих, почему, потому что это будут бродячие, бродячие кошки, бродячие щенки, собаки, понимаете, вот такая методика была, понимаете, но, по сути дела, это и Евгеника, и, скажем так, ну, и чтобы страдания убрать этих беспризорных животных, и вот, значит, он это делал, и никаких угрызений совести не было, прошло там 20 лет, и когда он впал в меланхолическую депрессию, биполярную, оказалось бы, у него вдруг это всплыло, я грешник, вот это, вот такие, вот такие бредовые, я грешник, я топил котят, вот, и так далее, и так далее, и тому по, то есть там, в общем-то, вот то, что в моей практике случалось, Корсаков описывает, ну, это было в 19 веке, медикаментов не было, сейчас все-таки медикаменты, иногда и транквилизаторы, почти что все принимают, понимаете, довольно часто, вот, поэтому все это, конечно, влияет, уже нет тех ярких, выраженных картин, которые описывает Корсаков, или старые авторы, вот, так вот, старые авторы описывают, и галлюцинации, и так далее, и так далее, я их не встречал, бред, это вот такого характера, то есть бред самоуничижения, понимаете, я плохой, все, я плохой, я плохой там, я плохой тут, и так далее, и так далее, вот, ну, а в маниакальной фазе, бред величия, понимаете, я все могу, море по колено, и так далее, критика отсутствует, вот так, то есть ничего не имеющее с бредом, или параноидальным бредом, понимаете, вот, потому что паранойя, это совсем другое, так, Оксана Дом, здравствуйте, дорогой доктор, здравствуйте, Голубь и Трай, доктор, как отличить нарцисса от пограничника, нарцисса от пограничника, вы понимаете, вот вы знаете, сейчас очень много посвящено, вот, я смотрю, вот, в немецкой прессе, нарцизму, и там, значит, вот самовлюбленность, и вот эта грандиозность, и так далее, вы знаете, а я считаю, что для нарцисса, вот с моей точки зрения, основной момент, это использовать других людей, вот, для себя, вот, я не согласен, вот, значит, те там специалисты, которые изучают нарциссом, этот вот, и так далее, и то вот они говорят, вот, вот, значит, я самый великий, значимый, все должны мной восхищаться, и так далее, это, это один из, это не самый важный, с моей точки зрения, вот, там, два, и с меня этого достаточно, значит, даже три, первое, это использование, для меня самое важное, использование, значит, окружающих людей, беспощадное такое, вы понимаете, беззастенчивое, использование в своих целях, а потом выбрасывает, и не вспоминает никогда, это первое, вот эти брачные аферисты, это нарциссы, второе, это грандиозность, мы должны делать, боже мой, это планы наполеоновские, и очень часто, очень часто, очень часто, с моей точки зрения, в 95, а то и больше процентов, это грандиозность, грандиозитет, по-немецки, кончается медным тазом, кончается медным тазом, вот, не хочу говорить, пока, значит, понимаете, вот так вот, это второе, третье, вот что роднит, кстати, с борделяйном, это, когда против, значит, должного внимания, уважения, подчеркиваем, какой ты великий, какой ты умный, или, значит, против шерстки, они очень агрессивные, нарциссы, это все ярко, использование, грандиозные планы, это все, все видят, потому что, вот это, что я великий, и так далее, это мало кто видит, это внутреннее качество, понимаете, придавать ему такое большое значение, я бы не стал, а вот то, что на поверхности, это три лежат качества, первое, использование беззастенчивое окружающих людей, второе, это грандиозность, понимаете, грандиозность планок достижения, которые в подавляющем большинстве случаев накрываются медным тазом, и третье, агрессивность, явная, которую все замечают, попробуй нарциссу сказать, что ты дурак, или не провести к нему, по отношению к нему, проявить уважение, вот ты получишь такое, и все, вот это, для меня, если имеются эти три, все, это нарцисс, так вот, нарцисса и пограничника, вот, и именно вот эта агрессивность, вот, импульсивность, агрессивность, вот так вот, ладно, уважаемый доктор, мне назначили сертралин плюс квитиопин, 100 миллиграмм, для прикрытия, ну, как это для прикрытия, а почему надо квитиопин, а почему надо антипсихотикам, это же не святая вода, нет, для прикрытия, почему не назначить фенибуд для прикрытия, пригабалин там, если есть габапентин немножко, там, прикрываться, почему нужно антипсихотикам, вот это я не могу понять, объясните, пожалуйста, обладает ли квитиопин лечебным свойством, или он всего лишь для усынения, значит, я вам уже ответил, вам, если у вас, что вы же не пишете, чем вы болеете, если вы страдаете тревожно-фобическим, или тревожно-депрессивным расстройством, то вам хватит одного сертралина, а для прикрытия первые 2-4 там недели, хватит вам анксиолитик, анксиолитик, а там их, это и фенибуд, это и, значит, стрезам, это и, этот, как его, забыл на букву L, вот, так это и, скажем так, этот, и прогаболин, и габапентин, там их очень много, понимаете, и в то же время, и бензодиазепиновые транквилизаторы, но они, значит, бензодиазепиновые, я рекомендую только в случаях, если тревога достигает степени, или демензиона, вот, размера, скажем так, паники, вот тогда можно принять это, а так, для снятия более-менее относительно переносимой тревоги, вот любой анксиолитик, который имеется, значит, и аторакт в частности, и все, вот, поэтому я считаю, для, скажем так, для прикрытия, 2-4 недели на зачатке Витиопина, это, это все равно, что по, значит, Хаймарсам стрелять по солдату, Хаймарс, знаете, это ракеты американские, понимаете, Хаймарс стреляет по объекту, по складу боеприпасов, по скоплению техники, насилия, это вот, военнослужащих, а не по одному солдату, вот так вот, ну, хорошо, так, здравствуйте, доктор, я начал ходить в качалку и ограничил занятия рукоблудиям, до одного раза в неделю, в итоге, как рукой снял, ну, так это вы сами, это не эндогенная депрессия, это чувство вины, понимаете, это вы сами, вот вам и всё, понимаете, ведь депрессии разные бывают, понимаете, мы же говорим в основном, или моя, я занимаюсь в основном не такими депрессиями, это вы её создаёте, вы рукоблуд, вы считали, что вы грешник, или хрен его знает кто, там, что вы считали, вы сами знаете, вот и всё, и это угнетало вас, вот вам иди, это даже не депрессия, это такое, знаете, субдепрессия, угнетение, угнетение, вот, прекратили рукоблудствоваться, и всё, и это угнетение исчезло, при эндогенных депрессиях так не происходит, там совсем другой механизм, так, ну что, поздравляю вас, Елена была, привет из Днепра, да, 6 лет занимался, жил в доме, там как раз, я не знаю, вот есть там, сейчас этого, там одесский был парк, это, значит, Карла Маркса и Серова, ну, я не знаю, как сейчас называют, там хлебный магазин, старой царской постройки дома, там я жил, а напротив был, наискосок ресторан-юбилейный, наверное, его убрали, дальше ещё один ресторан, ну, а прямо с этим, значит, на этой, на Серова, туда ближе к Днепру, к набережной, уже при мне строили набережную, она уже была довольно симпатичная, говорят, сейчас это грандиозная набережная, вот, такмах будет взять, да, такмах, такмах, Запорожская область, это для меня, это родной город, такмах, вы знаете, когда местная пресса в Запорожье, такмах, Гуляй-Поле, Бердянск, вот, это всё, скажем так, это Запорожская область, вот, это, конечно, такмах будет взят, конечно, такмах будет взят, и не только такмат, и Мелитополь будет взят, и Бердянск будет взят, но потом надо разобраться, кто допустил это, кто не заминировал Перешеек Севашский, что русские войска, значит, как на прогулочке прошли, и буквально на третий день и Бердянск оккупировал, и там, это же Запорожская область, там, значит, подождите, как это тот, Приморск, да, курорт такой, я там отдыхал, Приморск, городок такой маленький, и раньше она называлась Осипенко, Осипенко, а сейчас я уже забыл как, вот, это всё курортные такие, скажем, на Азовском побережье, вот вам и всё, кто-то должен ответить, кто-то прокакал это всё, понимаете, но не знаю, не знаю, ответят или не ответят, Куда уходит? Оно уходит в море, Чёрное море уходит, вот и всё, Чёрное море, там же на Новой Каховке была плотина, а до этого Днепр был, ой, какой Днепр, я же помню в детстве, когда ещё не было этого Каховского моря, у нас же родственники все в Одессе, вот, и вообще все мои родители из Одессы, мы из Запорожья, пароходик, там такой шлёпал колесный, значит, плыли до Херсона, а в Херсоне там садились, и там был такой, такой судёночка, пруд, или пруд, или пруд, вот я не помню, в детстве, я считал пруд, и вот мы садились, и потом там через этот лиман, значит, доезжали до Одессы, вы знаете, какая красотища была, плавни, зелена, или вот там в той же Благовещенке, где я работал, там же было, это Каховское море, ну, вы понимаете, всё там, и пляжа ни черта не было, а мне старые жители Благовещенки говорили, там была река, я уже забыл, как она, по-моему, конка, они говорили, там плавни были, мёд был, пчёлы дикие были, рыбы были навалом, дичь была, понимаете, сделали, создали Каховское море, и всё это какая-то пустынная стало, вот я думаю, что сейчас это всё возвратится, но пока это болото, это всё-таки широкое было, оно вот так сужается, а русло Днеправа такое было, и вот я уже видел, меня этот вопрос интересовал, никто не пишет об этом, что Каховское море исчезает, там воды уже, водоснабжение, скажем, Днепропетровская область, не знаю, как в Запорожской, почему теперь вода отступила, до уровня русла Днепра, вот, и я уже видел, это катастрофа, это катастрофа, это катастрофа, ну, а уходит она, вода в этот вот, Чёрное море, так, доктор, здравствуйте, у меня Бородерлен, знаю, Раиса Русланова, знаю, как там у вас булочная, а, идёт, держится, все хотят кушать, да, вот, наверное, всё хорошо, да, доктор, здравствуйте, у меня Бородерлен, даже на таблетках, очень чувствую свою болезнь, при перемене погоды, а что посоветовать, вот так и принимайте, жить, понимаете, жить, жить, потому что, ломать вы себя не будете, изменять вы себя не будете, гены вы не, не этот вот, есть диагноз, самое главное, есть диагноз, значит, есть, значит, какие-то там препараты, депрессия, значит, какой-то там месяц, полтора, до трёх, принимаете антидепрессант, есть агрессивность, есть, скажем, изменчивость в настроении, колебания, там, недельки 3-4 попьёте, значит, норматимик, состояние нормализовалось, будьте здоровы, а что такое погода, я и сам реагирую на погоду, я и сам реагирую на погоду, и я уже знаю, а поскольку погода сейчас меняется, чуть ли не пару раз в день, так вы же, вы себе представляете, чуть ли не, каждый день я встаю и чувствую, значит, всё было нормально, и спал хорошо, и вдруг хреново, я тут же смотрю, что там с погодой, а, ветер, а, магнитная буря, а это, ну и что, ну вот так вот и переживаю, самое главное понимать, вот вы понимаете, почему, значит, ваше состояние ухудшилось, это очень важно, значит, вы страдаете борделианом, состояние ухудшилось, значит, первая ваша мысль, либо кто-то вам что-то не то сказал, и вы обиделись, либо, либо погода поменялась, значит, вы уже знаете причину, а это уже действует успокоительно, примите что-то на денёк, вот, а на следующий день погода стабилизируется, до следующего раза, вот и всё, живите, у вас есть булочная или кондитерская там, замечательная, вот туда, вот туда концентрируйтесь, развивайте её, создавайте новый ассортимент хлебобулочных изделий, и живите, а не циклитесь на этом борделяне. Так, доктор, при ТДР, что можно добавить к велофоксина? Депрессия ушла, ну, я вам уже, по-моему, сказал, нет, ни в коем случае, если тревога осталась, добавьте 5-10 миллиграмм эсцеталопрама, можно и парокситина, но лучше эсцеталопрама, он более мягкий, вот и всё, к этому 225 или к 150, примите, добавьте 5-10 миллиграмм, попробуйте, вначале 5, будет хорошо, на этом и остановитесь, нет, до 10 доведёте, вот и всё. Так, Ирина Блогер, чем отличается правило от бар? Вы понимаете, отличается бар, это, конечно, как мы сейчас перечисляем, значит, я вам скажу так, выраженностью, значит, кроме того, самое основное, всё-таки при борделяне, да, там детство тяжело, там имеется психотравматический момент, при баре этого нет, второе, всё-таки при борделяне, ухудшение, скажем так, вот депрессия, она возникает после каких-то внешних факторов, внешних факторов, молодой человек бросил, вся трагедия, конец света, понимаете, всё рушится, вот, а при борделяне, а при баре, там всё это, вы понимаете, вот, по внутренним часам, там внутренние часы, там внешние факторы не действуют, по сути дела, вот переключился рубинник, всё, батарейка села, и всё, всё, депрессия, отсутствие энергии, подавленность, тоска, душевная боль, тяжесть, анестезия долороза, ничего не хочу, ничего не могу, я никто, я не что, всё, потом, скажем так, рубинник переключился, энергия, супер, понимаете, вот, не 100% мобильный телефон, а 150, она прёт, распирает, всё хорошо, всё замечательно, я всё могу, идея величия, я, Господь Бог, мне, скажем так, море по колено, и так далее, и так далее, вот, критика отсутствует, вот вам и всё, причём, что интересно, вот, что интересно, что при баре может быть следующее, значит, скажем, внешняя ситуация, внутренняя ситуация, так, хреновище, бросил и молодой человек, денег нет, вот, уволили с работы, здоровый человек, пойдёт в депрессию, а больной бар, при такой ситуации, тяжелее, ещё будет мания, и всё хорошо, и наоборот, у него будет всё хорошо, все ему будут завидовать, переключился внутренний рубинник, внутренний эндогенный, и всё, и человек в депрессии, хотя, да, этих вот, скажем, оснований для депрессии у него не должно быть, у него всё цветёт, цветёт и процветает, ну, вот, вот так оно, кроме того, скажем так, вот, при биполярной депрессии, при баре, там, конечно, этот меланхолический раптус часто заканчивается самоубийством, настоящим, при барделяйне тоже есть эти раптусы, но, они возникают, вот, бросил молодой человек, поругалась с мамой, и возникает раптус, но он не настолько тяжёлый, он не кончается самоубийством, он кончается, порезал руки, прижёг, ущипнул, вот, и так далее, и так далее, вот такая разница, то есть, по сути дела, я вам хочу сказать, барделяйне это, ну, подвид, подвид, скажем, бара, подвид бара, но, в идеологии, и там, и там гены играют роль, но, при барделяйне ещё и травма детская, тяжёлая детская травма, вот и всё, а при баре этого нет, а может быть счастливейшее детство, а бар будет, то есть, там чисто генетическое, вот так, вот, доктор, мне 70 лет, последний год высокая тревожность и беспокойно, на одну день имеется талопрама и памперовая тревожность в разы, вы знаете, Георг Берг, может быть, у мамы уже деменция наступает, а ей поставили депрессию, надо смотреть, понимаете, это геронтолог, кстати, я вам вот что хочу сказать, Георг Берг, вы всё-таки маму проконсультируете у психиатра геронтолога, а не простого психиатра, но в чём проблема, потому что всё-таки там должен быть опыт, опыт, почему, потому что всё-таки если депрессия возникла в 70 лет, чаще всего это синильная депрессия, чаще всего это в рамках и начинающейся деменции синильной, или альцгаммеровского типа, или тельце леви, или фронтотемпоральная, или болезнь пика, и так далее, и так далее, так что психиатр-геронтолог, вот, значит, психиатр, который специализируется на лечении душевных расстройств у лиц пожилого возраста, вот так, больше я вам ничего сказать не могу. А, подождите, так у вас же тревожность в разы снизилась, можно ли с другими людям долго принимать помпирон, но это же этот вот антипсихотик со, скажем так, сониндуцирующим этим эффектом, во в чем вся проблема? Не знаю, не знаю, это с ге... Вы поймите, самое главное надо узнать, в рамках какого заболевания у вашей мамы 70-летней развилось это состояние, все. это просто синильная депрессия или это депрессия в рамках начинающейся деменции, все. Вот, вот ваша основная дифференциально-диагностическая задача, потому что все-таки терапии там, скажем так, при, если это синильная депрессия или семильная тревожная депрессия, то это лечение, скажем так, патогенетическое, а если это в рамках, скажем так, этой вот деменции наступающейся, наступающая, легкая форма, легкая форма, она вот проявляется таким образом, то там лечение симптоматическое, и оно разное, то есть геронтолог нужен, в любом случае, если маме 70 лет, вам нужен психиатр, геронтолог, все, я не могу вам сказать, как долго мама может принимать, скажем, памперон, этого я вам сказать не могу, а сон, конечно, наладится, потому что его, кстати, маме и назначили для сна, как лечат макевиализм и садизм, садизм разве лечится? Ну, не лечится. А что такое макевиализм, я не знаю, напишите мне. Макевиализм, значит, скажем так, это термин, я знаю, был такой кто-то там, кто он был, я даже и не знаю. Но садизм, если речь идет о садизме, он не лечится, он не лечится. Садист и умрет садистом. Вот так. Так я вам скажу. А кто вам там будет говорить, что лечится? Это же ерунда. Так как когда-то лечили гомосексуализм. Ну, как можно лечить гомосексуализм? Это все равно, что лечить гетеросексуалиста, сделать из него гомосексуалиста. Вот из меня сделать гомосексуалиста. Это же абсурд, нонсен. Так, доктор, здравствуйте. Труголизм – это болезнь? Вы знаете, не знаю. В каких-то случаях может быть симптом болезни. В каких-то случаях человек, скажем так, ну, вот таким образом, это его хобби. Это хобби его, понимаете? он увлечен, то есть, там два случая. Значит, трудоголизм может быть, скажем так, при мании, да, например, при маньяках, вот, скажем так, вот предприниматели, да, вот, они же очень много работают, очень много. Или, скажем так, скажем так, это может быть и проявление мании, так, болезни, но может быть и проявление, значит, перфекционизма, тщеславия, достичь чего-то, вот, скажем, болезнь, бёрн-аут-синдром, синдром, скажем так, истощения, да, выгорания, вот, значит, там люди, он возникает у людей, которые там несколько, скажем так, лет, как минимум, а то и десяток, а то и больше лет, работают без отдыха, без, скажем так, отпусков, без выходных дней, но у них идея есть, у них есть идея достичь какого-то социального статуса, другое дело, что часто они переоценивают свои возможности, но это нормальное явление, ну, скажем так, это человек, как немцы говорят, эртгайцик, да, эртгайц, эртгайцик, что это означает, это означает, русское слово забыл, ну, скажем так, вот такой, с повышенными, значит, требованием к себе и желанием достигнуть, скажем так, высокого статуса, материального там, или социального статуса, и он работает, ну, так что, мы будем его называть больным, а вот следствие его, вот этой устремленности, так, стать выше, стать больше, стать значимее, стать крупнее, зарабатывать больше, и он, значит, работает там, многие годы, без отпуска, без, скажем так, выходных дней, без переключения, вот, у него, особенно, если, и все его, это, скажем, намерение, кончается неудача, у него развивается синдром истощения, так называемый, бюрнаут синдром, вот, так что, это может быть симптомом заболевания, а может быть и просто характерологической чертой, вот, вот характер, понимаете, вот я забыл, как по-русски, Эрцгайсек, это не мы, его путается, вот по-немецки я знаю, что это означает, это человек, который, вот, имеет повышенные притязания, понимаете, вот, есть люди, которые просто, ну, вот он там работает, и все отработал, и он доволен, а этот человек недоволен, все выше, и выше, и выше, как в песне пела, понимаете, вот, ну, так это, это же норма тоже, вот, значит, это характерологическое, человек не устраивает, но хочет занять более высокую, скажем, позицию под солнцем, более, такое, комфортное, да, местечко под солнцем, это, или нишу, вот и все, так, как лечит патологическое накопительство, синдром Плюшина, как бы, не знаю, вот не знаю, не, я не занимаюсь это, вы знаете, с моей точки зрения, это вот что, вот я вам скажу, свою точку зрения, не все надо лечить, патологическое накопительство, ну, Плюшкин счастлив был, вот он свою жену, правда, загнал, да, до смерти, Плюшкин, но он был счастлив, ну, или скупой рыцарь, да, вот он, значит, умер на сундуке, забитом золотыми монетами, понимаете, это, это, это образ жизни, понимаете, это образ жизни, это образ жизни, и как это, и лечится ли это, я сомневаюсь, есть же скупцы, есть накопители, и так далее, и так далее, понимаете, сейчас создают очень много всяких болезней, которые не являются, по сути дела, болезней, которые являются методом жизни, способом жизни, видом жизни, ну, если человек доволен, и он занимается накопительством, и живет один, да и хрен с ним, пусть живет он счастлив, это своего рода шизоид, видность, шизоидея, это его мир, конечно, если он живет в браке, и дети, они страдают, ну, ну, вы же его не вылечите, если он скупец, если он плюшкин, вы его, не вы бы, так же, как вы не вылечите, кто там был, весельчак, Ноздрев, или кто, я уже забыл, там, там, конечно, это классическая работа, почему-то на Западе, его там все время этого, Достоевска, а вот надо, по психопатиям, вот, дать, вот этого, скажем так, мертвые души, а этот кто, сам Чичиков, вы себе представляете, вот, там же, что не тип, то этот вот, там, по-моему, Ноздрев и еще, а кто был такой, да, Маниловщина, это фантаз, сидит, понимаешь, это вот, понимаете, там типичное, классическое, это, конечно, но почему-то вот его не цитируют, Достоевского, вот я Достоевского не люблю, я его не понимаю, он же эпилептик был, тяжелая у него, понимаете, его психология вот такая эпилептоидная, тяжелая, беспросветная, понимаете, вот такая малопонятная и так далее, и так далее, вот, скажем так, мне вот это, Гоголь, да, его мертвые души, это легкая такая, понимаете, понятная, и очень и очень, описательная, мы в жизни видим все эти типы, кто там был такой весельчак, вот, я уже забыл, он Ноздрев, он другой был, вот я помню, Ноздрев и еще кто-то, вот, поэтому, с моей точки зрения, с моей точки зрения, эти люди, это психопаты, понимаете, своего рода, отклонения, поведения, а разве это лечится, нет, нет, вот вам и все, поэтому и не надо лечить, Сидром, как убедить человека, пожилого родителя, расхламить, выкинуть часть, сестры, о чем, вы знаете, я вам скажу вот что, я это не считаю, вот, скажем, взять меня, у меня шкаф завален, тоже одежда, я, правда, выбросил большую часть, у супруги же, вы себе не можете представить, ну, она женщина, сколько у нее там этого барахла, причем, что интересно, ни разу не одевая, и не будет одевать, потому что больна, потому что плохо ходит, не выходит, но барахло это лежит, ну, так, ну, ну, что я ее буду лечить, ну, зачем ее лечить, вот это, видимо, доставляет радость, ну, пусть оно и будет так, вот вам, это мое мнение, это мое мнение, другое дело, если, конечно, значит, хлам такой еще и пройти нельзя, и крысы уже, и эти тараканы бегают, ну, это другое дело, там надо, конечно, наводить просто порядок самому, вот, а если пожилого человека это устраивает, и никому не мешает, ну, так зачем, зачем это вот насильно, вот он живет, ему приятно, ему хорошо, там, мы же не знаем, какие его мотивы, почему он это делает, вот и все, и пусть себе живет, но, конечно, конечно, если эта захламленность уже приобретает, скажем так, вот такие размеры, колоссальнейшие, уже мешает, уже грязь, и уже вредит здоровью, конечно, надо разгребать самому, и не убеждать, вот, сделал дело, и все, выкинул, и так далее, там, переселил, скупого родителя, или Плюшкина, да, значит, на пару дней, за пару дней, тот разгреб все, оставил, ну, не все, потому что, вы понимаете, приедет родитель, увидит, что ничего нет, хотя по идее можно было все выкинуть, понимаете, он же получит инфаркт, вот, ну, так, то есть, навести порядок, чтобы все-таки было приемлемо, и все, так, это мое мнение, не знаю, ну, не знаю, вообще-то нарциссы, понимаете, нарциссы становятся, они очень часто впадают в депрессию, нарцисс, если вот ему не удается, понимаете, он же стремится, у него грандиозность, планы, так это чисто наполеоновские, и очень часто, я же говорю, очень чаще, вот, эти планы рушатся, и в этот момент человек может впадать в депрессию, нарцисс, и будет пить, так, Света Шелик, здравствуйте, да, здравствуйте, чаще встречаются остынии от невроза, психиористов или остыния, понимаете, фути, я вас люблю, вы знаете, вы все время там, вы прямо-прямо такая преданнейшая, понимаете, вот, я же знаю вас, значит, вы понимаете, есть два вида остыни, есть психическая остыния, психофизич, а есть чисто физическая, скажем так, вот вы перенесли, знаете, была такая инфекция, вот, двадцатые годы, во время гражданской войны, сыпной тиф, там месяц температура тридцать девять, вот представьте себе, человек, значит, вышел из-за этого, у него будет чисто, конечно, там и психическая, но в основном физическая остыния, или после операции тяжелой, какая будет, конечно, физическая остыния, а при душевных расстройствах психическая остыния, то есть психофизическая психики, если психика истощаемая, то, естественно, и будет она и телесная, но после физических, соматических тяжелых заболеваний, после голода, да, вот, скажем так, вот, а там, конечно, физическая в основном, вот так скажу вам, так что оно так идет быстро, так, доброго вечера всем, Кучеренко, да, да, добрый вечер, доктор, добрый вечер, можно ли дать энергию, энергию, энергию до 0,5, что значит энергию дать, он может сонлить, вот в дозировке 25, он точно спать у вас, значит, сонливость вызывает, это 100%, а энергия, если, конечно, у вас тяжелая депрессия, вот, с потерей энергии, а при депрессии энергия всегда теряется, то 25, конечно, энергию не повысит, там надо побольше, вот, и вообще это старье уже, вот, а 25 миллиграмм, то, что сон может дать вам, сонливость, это точно, доктор, значит, если у той девушки, не Туретта, тогда, если опять, тогда-то Тикик не вернулся, ну, чем, они лечатся одинаково, Туретт, это выраженнейшая форма тикозного расстройства, а есть Тики детский, вот он моргает, вот я недавно консультировал молодого человека, вот он моргал, вот у него такие, Тикик, это самые, скажем, легкие, там Тикик были ревматические, малая хорея, Тикик, Тикик, а есть хорея, скажем, Гетчинсона, это тяжелейшее, понимаете, значит, Тикик, так же, как и депрессия, так же, как и уровень тревоги, они различны, значит, при Жильделе Туретта, это тяжелейшее, это вокальные Тикик, с двигательными Тиками, то есть, с обычными, причем грубыми такими, понимаете, размашистыми, и так далее, а есть же просто, значит, это моторные Тики, вот и все, лечатся одинаково, причем очень плохо лечатся, и Тики, и в том числе, и Жильделе Туретта, очень плохо, за исключением, вот, малая хорея, да, вот, ревматические, и у детей, вот там лечатся хорошо, так. доктор, как отличить циклотемию при бар, то есть, как это циклотемия, а циклотемия и бар, это одно и то же, нечего их и отличать, нечего, это одно и то же, степень только выраженности, и димензион, сейчас модное слово, размер, размер, димензион, вот и все, вот вам и все, по сути дела, я вам скажу так, циклотемия, она может равняться бар 2, вот вам и все, вот так можно сказать, поэтому нечего ее и отличать, это одно и то же, и лечение совершенно идентичное. Это может быть и циклотемия, это может быть и репециклин, или ультра-ультра-репециклин, потому что каждый день, день хорошо, день плохо, бар. Понимаете, я опять повторяю, я, например, и не разделяю, ну, вы поймите, кто работает в поликлиниках, кто должен, это, скажем так, согласно классификации, для статистики, то должен писать, эклотемия, бар 1, бар 2, и пошло-поехало там, или по МКБ, да, там есть же, значит, маниакальная фаза, депрессивная, свои эти шифры, или смешанная фарма, или частая смена, и так далее, или прочее, или неуточненные этого, а на самом деле это все одно и то же, все одно и лечится одинаково, вот и все, это вы должны понять, и нечего вам там, скажем так, диагностировать, или дифференциальные диагностики, это врачу надо, для статистики, для статистики, вам все равно, циклотемия или бар, это одно и то же, и лечить вас будут совершенно одинаково, просто, конечно, если это бар 1, так если там психоз маниакальный, и тяжелая меланхолическая депрессия, при циклотемии, это немножко, скажем, слабее выраженное, и не мания, а гипомания, и не тяжелейшая депрессия, а средней степени, вот и все, вот и все отличие. Так, органическая тревожная рост, можно терапия, мертозапин, терролизжен, терролизжен, я вспомнил, там, анксиолитики, органическая тревожная, ну, мертозапин, ну, понимаете, он сон дает, и все, все-таки при органическом тревожном расстройстве, надо СИОС использовать, а если нарушен сон, добавляйте мертозапин, а этот вот, как его, терролизжен, терролизжен, ну, поймите, это вообще симптоматика, это так, анксиолитик, это вообще симптоматическое действие, вот, а если вы назначите СИОС, это будет патогенетическое лечение, вы понимаете, ультра-религиозные люди, это люди психически здоровые, ну, в принципе, наверное, здоровые, если ничего не суразного не производят, вот, скажем так, вот сектанты, которые в секту входят, а есть же разные, есть экстремальные секты, там, конечно, патология, а если это нормальный верующий, ну, такой, стрэнг, как говорили, стронг, да, на английском языке, сильно, да, верующий, ну, так это здоровый человек, но он верит, и всё, ну, скажем так, хасиды, да, эти любовические, да, шаббат, да, это вот, ну, это же, ну, так что это, что это, больные, что они сумасшедшие, нет, это верующие, и всё, то есть, они не доходят, понимаете, а вот, конечно, вот сектанты, сектанты, где, там, скажем так, вот, значит, конец мира, и вот надо, скажем так, закончить жизнь, конечно, это болезнь, поэтому тут нужно всегда дифференциально, таким образом мы можем сумасшедшими сделать очень многих людей, верующих, так, магическое мышление, понимаете, ну, магическая степень, всё зависит от, скажем так, синильная кислота, вот она содержится в абрикосовых зёрнышках, если ты съешь килограмм абрикосовых горьких зёрнышек, ты можешь и Богу душу отдать, а если ты одну эту зёрнышко съешь, где ничего страшного не будет, вы понимаете, в малых дозах, это как бы лечение, а в больших смерть, поэтому всё зависит и от, скажем так, и магического, очень многие люди страдают, всё зависит от степени выраженности, если это нормально, оно не отвлекает, человек продолжает жить обычной жизнью, ну, так, ну, хорошо, у него магия, оно ему помогает жить, если магическое, уже всё такое, в рамках, когда человек уже и работает, конечно, это патология, и надо лечить, так, куда-то пропало, так, всё, нашёл, я вас очень люблю, Раиса Руслановна, знаю, спасибо, булочная работает, конечно, что бы ни было, все хотят кушать, все хотят пить, и, кстати, аптеки будут работать, вовсю, ну, вот, правда, медицина, там же, вы понимаете, всё-таки, медикаменты есть дорогие, врачи есть дорогие, вот, там, конечно, не каждый может, но всё равно, что-то добудут, значит, хлеб такой, самый простой, в любом случае, самый бедный купит, он не будет умирать с голоду, так что булочная, это всегда хорошо, а если и жизнь хорошая, так там вы будете, и сдобу хорошую делать, и пирожные, и торты, это вообще будет замечательно, но это всегда, это всегда будет существовать, и в войну, и в эпидемии, вот, в ковиде, всё равно люди кушали, отказались, запретили там эти зрелища, да, кинотеатры, театры, а кушать кушали, и магазины были открыты, и разрешали ходить, ладно, дальше, спасибо от нас всех, так, вас, вас любим, ну, спасибо вам, так, я тоже накопляю, у меня все вещи для художественного труба, а времени мало для этого, и осознаешься, даёт мне спокойствие, и опору в этом не знаю, совершенно верно, совершенно, ну, зачем, если оно не мешает, если человек живёт этим, ну, так, вы понимаете, так же можно, надо до абсурда дойти, кто такой коллекционер, он же деньги тратит, собака, и загромождает ещё, книжные шкафы полками, понимаете, всё-таки, всё-таки надо смотреть, если это накопительство, оно мешает жизни, если оно мешает окружающему, то, конечно, надо лечить, только как, это другой вопрос, а если это никому не мешает, а человек, чувствуя себя таким образом, как будто я привёл, да, в шкаф у жены, вы себе представляете, боже мой, чего только нет, она уже, когда надо ей, значит, трусы найти, она уже не знает, где какой мешочек взять, и там висит, 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 ни разу не одевалась, а самое главное, ни разу не будет одеть, нет, нет, ну и хорошо, ну пусть висит, вот когда мы, так сказать, копыта отбросим, вот тогда, и тут есть, слава Богу, фирмы, вот, значит, дети придут, заберут всё ценное, а это, значит, сделают поручение этой фирме, заплатят, они всё вывезут и выкинут, или, может быть, где-то там, в Красном Кресте, значит, будут бедным людям давать, и так далее, и так далее, всё правильно, то есть, понимаете, всегда надо без перегибов всё делать, ладно, добрый вечер, Жёстко, видите, пожалуйста, где грань между шизо-бизнесом, шизо-типли, так это же и есть шизо-принемия, там граней нет, значит, создатели этой классификации грань сделали только степень, димензион, опять, степень выровня, нету бреда, например, нет кататонии, нет гебефрении, вот, нет галлюцинации, вот и всё, то есть, по сути дела, это мягкая, мягкая, непрогридиентная, или мало, прогридиентная форма шизофрении, поэтому разницы нет, она и рядом стоит, это ф-20 шизофрения, это ф-20 шизофрения со всякими там видами, потом идет ф-21 шизотипическое, потом ф-22 бредоподобное, потом ф-23 кратковременное, значит, приходящее психотическое расстройство, потом ф-24 это что, индуцированная психоз, так, и 25, F-25 шизофрения, на этом и кончается вся, не, F-20, психотические расстройства, вот, там, конечно, еще должно быть, ну, скажем так, галлюцинос, скажем, делирий, да, там же есть разные, есть алкогольные делирии, есть делирии после наркотиков, есть делирии постнаркозные, понимаете, есть лихорадочные, инфекционные делирии, вот, я не знаю, они где-то в каких-то других, но это приходящие, вот, и все, поэтому, это, по сути дела, шизофрения, так, где грань, там грань и нет, там только грань, понимаете, в степени, в степени выраженности, ну, и в наличии более, вы понимаете, шизотипическое, оно дает право получить сразу же вторую группу инвалидности, то, что дает и шизофрения, то есть, отличия нет, но проявление там, скажем так, вот я вам хочу сказать, в шизотипическом, там преобладает негативная симптоматика, в основном, а при, скажем, шизофрении чаще идет позитивная, вот и все, понимаете, там степень выраженности, на самом деле, и то процесс, и это процесс, тот просто выраженный, грубый, этот мягкий такой, потому что, недаром, она мягкая, мягкая шизофрения, малопрогридиентная шизофрения, это вот шизофрения, и как хотите, назовите, ну, вот ее официально называют шизотипическое расстройство, но это шизофрения, органическое тревожное расстройство, монотерапия, микроэмтеролизм, начали идти, не знаю, я же вам уже ответил, что вам лучше все-таки при тревожном расстройстве обязательно давать антидепрессант СИОС, ну, а к нему вдобавок временно можно мертозапин и терролиджет, навряд ли мертозапин один поможет, а успешное, неуспешное, это вы скажете мне, про связь, кисти, а почерк, а почерк человека, может что-то сказать, о характере, это понимаете почерк, это хиромантия, это мистика, это как астрология, хиромантия, это астрология руки, а я говорил о другом, что представительство кистей, потому что это тонкие движения, и так далее, и так далее, сравните, вот здесь, да, плечевом, значит, там же примитивное, а кисть же, это и письмо, это и тонкие движения, и отверточка, и так далее, и оно очень большое в коре мозга, и поэтому, когда я вот так кручу, или там лектор, или что-то он делает, он таким образом вызывает, ну, скажем так, значит, какой-то процесс синхронизации в мозгу, потому что через вот эти движения, вот, значит, происходит там, значит, какой-то процесс, ну, положительный, я вам так скажу, положительный, это помогает, это не болезнь, это не тик, потому что, когда человек говорит, он же концентрировался, вот ему помогает это, вот, видимо, концентрироваться, так, ну, говорят, хироманты говорят, хироманты говорят, наверное, в какой-то мере, наверное, все надо, вы понимаете, чтобы все было, ну, скажем так, беззанатно, как говорят поляки, значит, что занатто, то нездорово, хорошее, понимаете, что чрезмерно, то нездорово, то есть, и в еде, что чрезмерно нездорово, и в спорте, что чрезмерно нездорово, и в сне, если много человек пытается спать, вот, и в работе, если он только работает, вот, чем он кончает, бюрнаут-синдром, понимаете, Всё, что чрезмерно, это всё, конечно, это не психическое расстройство, но оно, знаете, мне нравится, у немцев есть такая поговорка, она даже в рифму, значит, мессик або регель мессик, то есть, умеренно, но регулярно, вот это хорошее, значит, эссен, да, мессик або регель мессик, то есть, кушать надо умеренно, но регулярно, вот, надо сам спор делать, да, умеренно, но регулярно, и так далее, и так далее, ладно, вот, так что хироманты говорят, да, но так ли это, сомневаюсь, Это ж такая, знаете, альтернатива, это вот наука, вот как астрология Так, дальше Опишите, пожалуй, черты характера нормальной... Откуда я знаю черты нормального человека? Не знаю я, что такое, вообще, что такое норма или что такое патология Уважаемые участники, вы видите, такие вопросы я вам ответил, я все-таки врач, понимаете, я вне занимаюсь, там, нормальной, да, психологией, я вне психолог, я не знаю Нормальное это, ну, есть какое-то среднее, да, понятие, что такое нормальное Вот и все, не могу ответить Почему? Чуть эгоист, да, чуть эгоист, это нормально Почему? Потому что даже поговорка «своя рубашка ближе к телу» – вот это и есть, это норма А эгоцентризм – это, конечно, уже себелюбие, это нарцизм, наверное, или еще что-то В общем, короче говоря, я не могу об этом говорить, это психологов спрашиваете Так, у меня, скорее всего, биполярная депрессия, я так подозреваю, что можно попросить у врача Вы знаете, что я вам скажу? То, что вы подозреваете, это неплохо, вы все-таки лучше посоветуйтесь с врачом И вот, и что вам он назначит, все-таки врач есть врач, понимаете, вы не врач На каком основании вы, а вообще-то знаете, что такое биполярное? Биполярная депрессия имеет два, две точки приложения Первое – бар, да, бар, чистый бар, мания и депрессия Так вот, когда человек находится вот в этом баре, да, значит, в рамках которого имеются и эпизоды маниакальные, и эпизоды депрессивные Вот он находится в депрессии, называют биполярная депрессия Если он находится в мании, биполярная мания Вторая точка приложения биполярной депрессии – это депрессия без мании Характеризующаяся резистентностью, атипичностью симптомов, раннее возникновение Я добавил туда, значит, колебания в рамках депрессии Что такое бар? Вот депрессия, вот, скажем так, мания Все разное Мания, гипомания, гипертемия – это тоже маниакального спектра А есть, вот, депрессия Она, значит, тоже имеет два полюса Лучше, потом вдруг хуже На одном и том же, скажем, медикаменте или комбинации Потом опять лучше Потом человек принимает все то же Ему лучше, и потом на всем том же Ему становится... Вот это и есть биполярная депрессия Понимаете? Так что два этих вот Две точки приложения Надо знать, что вы подозреваете, что такое биполярная депрессия Не зная, что может означать вообще биполярная депрессия Понимаете? Поэтому я вас прошу Все-таки доверьтесь врачу Найдите врача своего доверия Которому вы доверяете Ну, и он должен все-таки поставить вам Правильно Определить, чем вы страдаете И назначить лечение Значит, просить Врача просить Вы что думаете? Нормальный врач Может только, если вы его попросите То, что он считает нужным для вас Тогда Ваша просьба и его мнения Если совпадут, он вам назначит А если вы придете и попросите то, что По мнению врача вам противопоказано Или не поможет То вы сами понимаете Он вам не назначит Это как-то несерьезно Это все-таки речь идет о здоровье И вы будете просить Ну, как вы можете просить? Это все равно, что у хирурга, да? Будете просить Вот вы так мне сделаете Или иначе Хирургу вы просить не будете Аппендицин, да? Вы ему доверите слепо Вот слепо Все А не будете ему говорить Вы им сделаете это Сделаете так Или вот такой разрезик Или маленький Или на полживота Ладно Так Здравствуйте, доктор Если ребенок поздно начинает говорить Ходить, плаксивый И до подросткового роста Болеет энеразм Это говорит о том Что у него есть Какая-то предрасположенность Больше ни о чем Понимаете? Предрасположенность Почему? Потому Даже уже не только предрасположенность Понимаете? Что такое энеразм Плаксивый Поздно начинает говорить Это задержка Значит, там, конечно Так, грубо говоря Это предрасположенность Поэтому может Что угодно Вот Возникнуть Все зависит от того Какое воспитание он получит Второе Какие гены он получит И не было ли у него Значит, еще и травмы головы Скажем так Родовой Скажем Постнатальной Натальной Или, значит Во время беременности Или уже в жизни Вот и все Это, конечно, не норма Но все может быть Он может быть В такой форме Он может потом Знаете, как говорят Перероси и все И будет Абсолютно Без всякого Психического Скажем Расстройства Но Все ж таки Все ж таки Если такой ребенок Как вот вы Описываете Конечно Он Будет Чувствителен И к стрессам И к инфекциям И у него Вероятность Вероятность Конечно Того, что может возникнуть При неблагоприятных условиях Значит Душевное расстройство Гораздо Выше Чем у человека У ребенка Который не имеет Этой симптоматики Нормально Начал ходить Нормально Начал говорить Нормально Прекратил Мочиться В постели И так далее И так Не плачет Или плачет Адекватно И так далее И тому подобное Вот так я могу вам Ответить Белокфаксин 75 Мертозапин 15 Приорганическом Ростове Будет Ну да В принципе Но опять же Что значит Будет Самое главное Какой ответ Будет А может быть Вам надо 150 А может быть Вам надо 30 А может быть Вам 7,5 Хватит То есть Нормальная Будет Комбинация Препаратов А дозы Это Все Зависит Как они будут Действовать Как ваш организм На эти дозы Будет отвечать Связка Нормальна Связка Нормальна А вот дозы Подбираются Так Спасибо А может ли Бар Перейти В шизофрении Ну нет Ну понимаешь Я уже много раз Говорил Значит Бар Может Перейти В шизофрении Только в одном Случае Если Было неправильно Диагностирован Бар На самом деле Это была Шизофрения А если Было правильно Диагностирован Бар То он никогда В шизофрении Не перейдет Ошибка Первоначальная Ошибка В диагностике Значит Первоначальная Инициальная Фаза болезни Была врачом Расценена Как Бар А на самом деле Это была Шизофрения Вот вам и все А если Действительно Это Бар То он никогда Не завершится Шизофрении Я думаю Что вы поняли Мой ответ Ну может быть За Бар За Да Вот Суть одна и та же Можно и по-русски Сказать Что Скажем Чрезмерно То не здорово И так далее Так Доктор Здравствуйте Как вести себя На работе С человеком Девушкой 38-40 лет Которая Постоянно Огрызается По любому Поводу Скандалит Агрессивно Ведет Себе С другими Если с ней Относиться С добром Вы знаете Я вам скажу Так Поменьше Контактов С ней Вы же Не вылечите Вы ее Не перевоспитаете Просто Самое Практическое Самое Легкое Если этот Человек Вам не Подходит Если вы Коллега Значит Прекратить С ней Общаться Вот если Он начальник Она Там уже Сложнее Там уже Сложнее Потому что Там же Вам Нельзя Прекратить С ней Контакты Понимаете И так далее Она может Расценить Как Неуважение К ней Она начнет Вас Отретировать Понимаете Вот в чем Вся проблема А если Это коллега Просто избегать Здравствуй И до свидания И вообще Не вступать Не в спор Ничего Понимаете Вот Не вступать То есть Не ругаться Но Прежде всего Игнорировать Потому что Вы знаете Что если Вы начнете Что-то доказывать Бесполезно Наоборот Значит Появится Агрессивность Появится И так далее А вы Коллега Ну 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 Что Понимаете Вы же с ней Напрямую Это вот У начальника Будут проблемы Ну У него Проще Он ее возьмет И уволит Сказать Не справляется И все Вот вам и все Вот такой вам совет Какой синдром Это Бернаут Синдром Берн Берн Я ему Неправильно Английское Синдром Выгорания Вот Но он может быть А может не быть Но очень часто Вот менеджеры Врачи Юристы Которые много Работают Ставят Очень высоко Планку Достижения Какого-то Социального Статуса И вот так 10-15 лет Работают Работают Ни о чем больше У них ни хобби Нет Абсолютно Ни выходных Ни отпуска Ничего Вот они На каком-то Этапе Вот Значит Вот Вдруг теряют Интерес Это по сути Дело Невростыния Старая Добрая Невростыния Но сейчас он называется Бернаут Синдром Так И сейчас очень многие Деньги на это Делают Вот в Германии Целая индустрия Создано Дело в том Что этот синдром Не признается Официально Вот Поэтому Эти вот Страховки Не оплачивают Это лечение Поэтому Это частное Лечение Чаще всего Все-таки Бернаут Синдромом Заболевают Люди Обеспечены Это верхний Эшелон Скажем так Вот Социального Статуса Я опять повторю Это менеджеры Которые Работают Сутками Причем Не один год Без выходных Без этого Без Отпусков Врачи Которые Тоже Ставят Вот я должен Я Он купил Праксис Надо Значит Оплатить И потом Зажить Потом Купить Яхту Потом Купить Коттедж Потом Купить Еще Чего-то Понимаете Вот они Стремятся Стремятся И значит Еще Значит Второй Праксис Я открываю Он Значит Работает Там 20 часов Сутки Из одного В другое Вот и все И Наступает Момент Когда В общем-то Нервная Психика Сдает И возникает Истощение Вот и все Так Я много Ваших Видео Насмотрела На этом Основании Позволь Впервые Обратилась К врачу Полтора Назначили Сиротролин Меня Ну так Если В гипоманию Ну так Это Так это Конечно Бар Ну так А как Я Значит Если Сиротролин Вас Внес В гипоманию Так вам Вообще Антидепрессанты Не нужны Значит Вам надо Стандартное Лечение Что такое Стандартное Лечение Бара Это Нормотимик Противосудорожного Ряда Один Или в комбинации Это Сидолит Это Скажем так Литий Карбонат Это тоже Нормотимик И один Из Антипсихотиков Значит При мании Любой Атипичный Антипсихотик При Биполярной Депрессии Четыре Карипразин Лоразидон Аланзапин Квитиопин Вот вам и все Так О Фоти Полина Да Здравствуйте Полина Так Скажите Причина Болезни Альцгаймера Всегда Связана Нет Альцгаймер Это Нарушение Понимаете Нервные клетки Серого Вещества Подвергнутые Амилоидному Перерожению Исчезают Вот вам и все При Шизофрении Там тоже Исчезает Что-то Но там Другой Механизм Это Разные Вещи Совершенно Разные Это Деменция Понимаете Деменция Есть При Шизофрении При Эпилепсии Если Очень Длительные Часто Эти Приступы Травматические Вот скажем так Караченцев Он Дементный Был После Травмы Михаил Шумахер Наверняка Дементный Никто Его уже Не видел После Этой Кома Понимаете Вот И шизофрения Дает Тоже Деменцию И Есть Синильные Деменции Там Кардиоваск Это Воскулярная В результате Склероза После Инсультная Вот Если человек Перенес инсульт Обширный Кровоизлияние Деменция Будет Пол Мозга Исчезло И так далее И так далее То есть Разные Виды Деменции И разные Причины Которые Их Вызывают Доктор Вы Ну Фоти Вы Понимаете Вот Ну что Я вам хочу Сказать Я Из Другого Теста Сделан Я знаю Себе Цену Истинную Понимаете И поэтому Если меня Будут Как-то Чрезмерно Хвалить Я Это Не Приму Потому что Я себе Я реально Отношусь И знаю Свои сильные И слабые Стороны Понимаете Вот Это конечно Приятно Слышать Но нужно Всегда Иметь Критику Лесть Она Всегда Приятна Вы Помните Как Учитесь У Крылова Вы помните Вороний Бог Послал Кусочек Сыра А тут Лисица Ворона Каркнула Во все Воронье Горло Сыр Выпал С ним Была Плутовка Такова Вот Это Лесть Понимаете Я понимаю Что вы Мне не льстите Я это Понимаю Вот Спасибо Да Ну Самый Грамм Что значит Самый Господь Бог Что ли Скажите Так Что с вами Интересно Вот Для меня Мне с вами Интересно Вот это Будет Реально Потому что Не каждый Считает Понимаете Вот вы Так считаете Это Другое Дело Если бы Так Написали Вы знаете Доктор Горбач Да Как меня Один Манин Горбач Как меня Только не Называли У него Одно Яйцо Когда-то Лет Пятнадцать Назад Боже Мои Кошмар Четыре Или пять Случаев Было Маниакальных Вот этих Психозов Которые Были Против Меня Лично Направлены Ну Слава Богу Это Виртуальная У меня То есть А так Бо и морду Могли Дать Да Кто-то Вот А так Я в безопасности Вот Понимаете Вот Если бы Написали Доктор Вы мне Интересен Вы мне Приятен Я получаю Удовольствие От этого Все Вот это Другое Дело Тогда я Скажу Спасибо Спасибо Большое Спасибо Ладно Не Обижайтесь Доктор После того Как я Повеселюсь И испытаю Я испытаю Чувство Вины После Прослушанной Песни Например Или бывает Чувство Вины За то Что все Хорошо В какой-то Момент Что бы Она выскочила Момент Времени Вина Загидания Это травма Я не знаю Что я вам Честно скажу Лимонад Я не знаю Это Ненормально Это Конечно Какая-то Патология В рамках Чего Я так Не могу Сказать Это Смена Вот Повеселился Это Как А потом Что Чувство Вины Депрессия Вот так Я могу Это Значит Классифицировать А в рамках Чего Этого Я не знаю Не знаю Но Я вам Хочу Если Только Это Ну Так Плюньте И не Обращайте Внимание Тут Нужен Тогда Психолог А почему Вина Должна Ну Почему Должна Быть Вина Все таки Скорее всего Там Какая-то Все таки Я Понимаю Я уже Не хочу Говорить Биполярной Потому что Мне самому Уже страшно Что столько Биполярных Я уже Уже думал Вы знаете В свое время Всем ставили Шизофрения Шизофрения Вот это Шизотипия Да Шизофрения Сейчас уже Слава богу Стало меньше Вот Поэтому я не знаю Но это конечно Биполярность Какая-то Циркулярная То есть Я веселый Я доволен А потом Вот я Виновен Вот я Повеселился Падает настроение Или я себя Осуждаю Не знаю В рамках Чего это Но раз Вы тут Конечно Что-то у вас Есть Всех Кто здесь Вот Участники Конечно Они имеют Какие-то Проблемы Потому что Здоровый Человек На эти На эти Стримы Не ходит На черта Оно ему Сдалось Даже И в ремиссии Тоже Не придут Так У меня Диагноз Тяжелая Депрессия Я полностью Выпитый Солен Бывало Ангидония Отпускала Нет Ну а При чем Здесь Травма Детства Не знаю Надо Разбираться Ну вот Если у вас Тяжелая Депрессия То скорее Всего У вас Циркулярность Потому что Это все-таки Радость А потом Вверх Вниз Вверх Вниз Вверх Вниз Ну вы Поймите Я же Не могу Стоять Это Это серьезный диагноз Вы же видите Там по три часа Я веду И не всегда Я могу Даже В конечном Итоге Решить вопрос Точно И пишу О катамнезе Да Там Мне понравилось Сегодня Кто-то прокомментировал Говорит Доктор Постановка Диагноза По катамнезу Это Чуть Это Намного И И такая Рожицу Эту вот Эмоцию Поставил Да Там Это Гораздо Громче Звучит Чем Постановка Диагноза По результатам Лечения Но К сожалению Да Очень часто Диагноз Меняется Поставил Один А потом Через два Три Значит Года Если Это Процесс Идет Ты можешь Изменить Диагноз Понимаете Поставить Или наоборот Снять шизофрению И так далее И так далее Ладно Можно еще спросить Я так понимаю Лечение Бар Лучше Начинать Сломать Не бар А депрессию То есть Когда имеется При баре Конечно Чаще Преобладает И Наибольшее Страдание Доставляет Конечно Депрессия Поэтому Ломатричин Это единственный Официально Доказанный Препарат Который Якобы Не лечит Депрессию Или Депрессивную Фазу Но профилактирует И Поэтому Конечно При наличии Бар Вот Конечно Для борьбы С Депрессией Биполярной Конечно Лучше Начинать С ломатричина Ломатричин При мании Доказано Вальпрат Вот Хорошо Делать Это из норматимиков Ну и немножко Карбомазепин Вот Все остальные Они Не доказаны Но мы Их Используем Если Предположим Человек Не переносит Ломатричин Там Системная Реакция Аллергическая Реакция Его надо Отменять Вот так Гипомания У меня Продукт Гипомания Это вы понимаете Нет Гипоманию Надо убирать Она то Продуктивная Но какая Продуктивная Вот это Вот Гипертемию Не надо Убирать Потому что Это почти Что норма Там нет Психоза Там нет Несуразности А гипомания Уже дает Несуразности Уже дает Понимаете Поэтому Может быть У вас Не гипомания А гипертермия Тогда я согласен Убирать Не надо Вот так Собакевич Да Собакевич Вот видите Забыл Правильно Ноздрев Это другой Ноздрев Это такой Скажем Скандалист Ноздрев А Собакевич Правильно 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 Спасибо Спасибо Собакевич Правильно Я помню Что там один Скандалист Вот это А Собакевич, Весельчак – это манья, это гипертимная конституция, это прообраз, возможно, это, естественно, вымышленные, но невзятые из жизни. Вот Собакевич – это, скажем так, наверное, и, значит, пикник, да, и так далее, и так далее, это циркулярный тип, совершенно верно, а этот, уже забыл, как того я называл, а то, конечно, скандалист, то этот вот, скажем такой, импульсивный тип. Вообще, я хочу сказать, вот эта работа, скажем так, Гоголя, это, конечно, это классика, там можно изучать все, а коробочка, понимаете, а манья, а Чичиков – это же аферист-авантюрист. Чичиков – это аферист-авантюрист и даже, может быть, и нарцисс, понимаете, там вот, естественно, Гоголь же не был психиатром, но он правильно подметил, художник, понимаете, интуиция. Это классическая работа, вот, ее можно, скажем так, почему-то никто ее не рекомендует, а ее, в общем-то, надо рекомендовать психиатрам, значит, хорошо почитать и проанализировать. Великолепная работа. Я бы ее, например, видимо, на Западе тоже не знаю, почему, вот на Западе там культ Достоевского, Достоевский мне, понимаете, он тяжелый, это эпилептика, он же сам был страшный, не нравится. А вот Гоголь действительно легко, хорошо, доходчиво, понятно, там у Достоевского надо, понимаете, самому понимать, кто такой этот вот, да, как его, Раскольников, ну, кто он такой, думать надо, всякие там, понимаете, надо сидеть, философствовать надо, философствовать. А тут не надо, все ясно, все, ты видишь, иллюстративно, наглядно и понятно. Так. Здравствуйте, доктор, у меня ГТР уже 70 дней на 20 миллиграмм, тревога пропала, состояние улучшилось, пару дней началась тревога снова. Вы знаете, что сделаете? Добавьте этот вот, виллофоксина немножко, или дулокситина, значит, виллофоксина 75, если у вас, конечно, ГТР, добавьте 75-150, если 150, уменьшите немножко дозу эсеталопрама, это первое. Второе, либо дулокситин 30-60, третье. Подождите. Дело в том, что и вчера, и сегодня магнитные бури, осень. Понимаете, если, скажем так, парочку дней пройдет, там, 3-4 дня, и состояние опять стабилизируется, не надо вообще ничего добавлять. Вы меня поняли? Три варианта. Значит, первый лучше подождать пока, ничего не трогать. Ну, подумаешь, ну, усилилось. Ну, усилилось. Ну, и хорошо. Вот, вполне вероятно, что через, скажем так, через пару дней все это, значит, опять стабилизируется. Ничего добавлять. А вот если неделю, две, три это состояние будет стабильно плохое, тогда добавляйте либо 75-150 милофоксина, ретард, либо 30-60 мг этого дулокситина. Поняли, да? Договорились. Так, Арам Манукян. Доктор, здрасте. Дочка резко отказалась от аланзапина, 30 мг, и была дикая ломка, дрожь. Ну, так это нормально, а ломка и должна быть. Пульс 135, что страшно. Дыхания не хватает, это при том, что она пьет и у него... Значит, не надо, раз начался синдром отмены, значит, не надо хотя бы возобновить 5-10 мг, по минимуму. Вы же говорите, что там что-то у нее было, сонливость или психоз, я уже не помню, что-то там началось. Поэтому я вам посоветовал несколько дней без этого аланзапина, а потом добавить только не 30 мг, а 15-10 мг. Значит, сейчас, значит, возобновите, возобновите 5 мг, если на 5 мг ломка исчезнет, отлично. А потом будете немножко повышать уже, исходя из клинической картины. Сейчас ломка, ломка, синдром отмены. Вот, поэтому, если вы добавите даже 5 мг, вполне вероятно, что ломка может или синдром отмены уменьшиться. Ну, это врачи должны, вы понимаете, что это за врачи? Что это такое, что вы где-то в каких-то форумах, через меня, потом дочери, вот, а где же и те врачи, которые должны это одобрять или соглашаться? Страшно, странно как-то. Ну, так вот, подождите, я же вам сказал, пару дней отменить, чтобы ушло это, скажем, накопление, а теперь надо возобновлять. Начните 5, будет, скажем так, синдром отмены уйдет на 5, поверьте мне. Но, вас же не только синдром отмены интересует, вас же интересует эффект лечебный. Значит, если на 5 синдром отмены исчезнет, а проявление чего там, депрессии или мании, в чем она сейчас, по-моему, в депрессии, значит, добавите 10 мг, значит, эффекта лечебного не будет 15, максимум 20, так как рекомендовал врач, а не как ваша дочка, перешла на 30, и в комбинации с НВ, естественно, передоз. Естественно, вы поймите, два антипсихотика в таких дозах, она спать будет, конечно. Она, конечно, будет спать, она будет вялая, какая работа, какая концертная деятельность, о чем вы говорите. Ну, я думаю, вы поняли мои рекомендации. Так. Так, сейчас. Сейчас. А, всё, нашёл. Согласен с Фотином. Так. А статины могут в причине нарушения птицы? Статины? Это эти вот, скажем, противохолистики? Да нет. Там боли, там могут быть мышечные, скажем так, расплавления мышц. Могут быть. Нет. Нет. Не знаю, я не слышал об этом. Это спросите у терапевта. Но я такого не слышал. Доктор, а душа широко, ультрафиолетового облучения, вы видите, есть польза? Вы знаете, сто лет назад лечили этим, пользы не было. Ну, скажем так, сейчас, конечно, может быть, польза такая, знаете, общеукрепляющая. Но сто лет назад только отдельно использовали. Медикаментов не было, ни черта не давало. Поэтому, конечно, если есть показания, можете, но не рассчитывать, что будет что-то с ног ошибательное. Всё-таки медикаменты нужны. Вот и всё. Мышьяком. А не мышьяком, да, это не мышьяком, а амальгамой. Пользуется амальгамой. Это кошмар. Ну, так это, значит, тму-таракань. Тму-таракань, амальгамой. Амальгама запрещена уже, ртутная. Это не мышьяк, а амальгама. Вот так. Ну, вы же, ну, что вы хотите? Я же не знаю, где вы живёте. А что я вам хочу сказать больше? В Москве, например, аминозин используют, трифтозин. О чём же говорить тогда о какой-то глубокой провинции? В глубине, глубинке. Да там всё, что угодно может быть. Так, доктор, моя знакомая постоянно патологически завидует всём во всём. Постоянно покупает даже ненужные вещи. Но чтобы иметь вещь лучше, чем у других, немного дорого. Вы знаете, это комплекс неполноценностей. А что такое зависть, я даже не знаю. Что это такое? Это вообще хреново. Зависть, она же съедает человека. Вот зависть, она съедает, она его убивает. Значит, покупки вещей – это, конечно, следствие зависти. То есть, она покупает для того, чтобы… И, кроме того, это воспитание, скорее всего. Вот так её воспитали. Или она в нищете жила, её обижали, смеялись в школе. Понимаете? Это к психологу. Вот это к психологу, к психотерапевту. Тут медикаменты не нужны. То есть, надо понять, понимаете, что завидовать вообще не надо. Вы знаете, и у меня тоже были, я уже все мои человеки. Сейчас я никому не завидую. Потому что я прекрасно знаю. У каждого проблемы есть, и не черта завидовать. Только проблемы разные. Ну, сравните. Проблема алкоголика. Какая у него? Вот где достать, выпить? Это у него проблема. Больше у него проблем нет. Наша проблема. Ну, чтобы немножко денег больше было. Чтобы немножко там покушать. Чтобы здоровье было. Понимаете? Чем выше человек, тем у него проблемы. У нашей проблемы у него уходят. Чем он богаче. Но у него проблемы есть. У всех есть проблемы со... У всех. От самого низа до самого верха. Это первое. Второе. Но и проблемы разные. Проблемы есть. Поэтому завидовать вот тут надо просто и тайдами объяснить, что не надо завидовать. Не надо. Почему? Потому что все имеют... Понимаете, зависть. Почему зависть? Обидно. Вот мне плохо. А вот всем хорошо. А если человек знает, что всем плохо, ну, в той или иной степени, у каждого есть проблемы, тогда и зависть может исчезнуть. Понимаете? Самая страшная обида. Почему мне одному? Всем хорошо вокруг. А мне одному плохо. Понимаете? Как это обидно. Там, конечно, понять человека можно. Но он же не понимает, что у всех есть проблемы. Значит, сегодня нет, а завтра будет. У неё одна проблема, а у этого человека другая проблема. У него есть машина хорошая, да? Мерседес, БМВ или ещё что-то там. Понимаете? Но у него здоровья нет. Или жена от него ушла. Или ребёнок наркоман. Понимаете? Вот в чём дело. Тут нужен, конечно, психотерапевт или психотеатр. Это может быть и не болезнь. Это комплекс. Комплексная реакция. Понимаете? Вот. Комплексная реакция. Или низкая самооценка. Человек собирает мухоморы, сушит, их иногда кушает, типа микродозы. Говоришь, и всем рекламируешь, что у него сознание незаметно меняется в сторону просветления. Это пределы физической нормы. Вы же понимаете. Значит, оно сейчас сознание. Вы знаете, вот говоря так. Во-первых, оно не помогает при депрессии. Значит, трип только помогает. Трип. Психоз. Галлюцинации. Уход. А что такое галлюцинация? Это аныроид. В психиатрии есть такой симптом. Аныроид. Когда человек вот в этом трипе находится в результате болезни. И, скорее всего, это, конечно, бупропион дает. Вот трип. Вот он путешествует по каким-то планетам и так далее, и так далее. Вот я думаю, что этот человек пусть сушит мухоморы. Вот. Он досушится. Какое сознание у него меняется? Что, он умнее? Нет. Каким был, таким и останется. Если человек был дураком, он дураком и останется. А вот если был умным, то будет часто принимать мухоморы. Может, и немножко дурковатее стать. Понимаете? Не знаю. Не знаю. Но это, понимаете, тоже какая-то патология. Вот, ну, с какой целью он покупает этот мухомор? Ну, вот с какой. Зачем ему этот мухомор? Вот спросите у него. Людмила Кучеренко – это не наш общий знакомый. Так он же, значит, сообщил, что ему не помогло. Ну, не знаю. Не знаю. Это с ним надо говорить. Ну, понимаете, я бы с ним поговорил, мне бы стало яснее, почему он принимает, с какой целью, для чего. А так, не знаю. Вы с душой подходите к делу. Это чувство. Поэтому вас и хвалят. Ну, спасибо. Так, подожди, а куда же исчезло? Нет. Это не то. Слушайте, а куда же исчезло всё? Что случилось? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!